Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сложно найти любителя томатов, любителя выращивать томаты, который не сталкивался бы с такой сложной проблемой, с таким трудным заболеванием, как кладоспариоз. Кладоспариоз поражает томаты буквально во всех зонах. И в умеренной, и в южной, и повсеместно. И это такой космополитичный, можно сказать, возбудитель болезней, который преследует эту культуру томата всё время, всё время, всё время. Он достаточно специфичен к томату, хотя родственный гриб, также кладоспориум, вызывает так называемую оливковую пятнистость у огурца. Симптомы и оливковой пятнистости, и кладоспариоза у томата достаточно схожие. Характерным признаком является наличие на верхней стороне жёлтых, таких хорошо очерченных и очень часто симметричных пятен, а на обратной стороне, посмотрите, имеются вот такие вот немножко оливково-серого цвета вздутия, где находится масса спороношения этого гриба. Вообще бороться с кладоспориозом не так и сложно, в силу того, что кладоспариоз является весьма чувствительным к медь содержащим препаратам. Если начинать борьбу рано, то в этом случае, то есть до ещё начала плодоношения, обрабатывать томаты в защищённом грунте, да и в открытом тоже, и препаратами, содержащими медь, такими как бордоская жидкость, или просто медный купорос, или хомоксихом на основе хлорокиси меди, абикопик и многие другие, в этом случае можно избавиться от вспышек этого заболевания. Однако многие сталкиваются с тем, что все меры, направленные на борьбу с кладоспориозом, не дают должного результата. Особенно обидно сталкиваться с кладоспориозом во второй половине вегетации томата, когда мы уже имеем нагруженные кисти, вот здесь вот у меня внутри очень красивые есть кисти, всё нагружено, нагружено, уже только мы ждём, когда это всё созреет и доспеет. Бах, вспышка кладоспориоза, томат перестаёт нормально созревать, плоды низкого качества, невкусные, все наши подкормки, всё прахом. С чем же связана такая вот сложность в борьбе с этим заболеванием? Связана она с тем, что борьба была проведена несвоевременно. Дело в том, что вот это спороношение даёт колоссальное количество спор, которые распространяются повсеместно, они застревают на конструкциях теплицы, на поликарбонате, плёнке, деревянных конструкциях, металлических и так далее. Они просто каскадом сыплются, ливнем сыплются на грунт, на почву. И, конечно же, в теплице из года в год, из года в год накапливается, накапливается, накапливается этот инфекционный фон. Что же делать? Для того, чтобы победить кладоспориоз, надо иметь в виду, что волшебства не бывает. Вот за одну какую-то обработку каким-то препаратом, даже самым чудесным, который вам могут рекламировать, вы это заболевание не поборете. Это должна быть методичная работа, которая будет начинаться с протравливания посадочного материала, то есть семян, с адекватного ухода за рассадой, без всяких там отрезаний верхушек и подобного рода хирургических стрессов, с нормальных подкормок с достаточным содержанием калия и фосфора, потому что именно они влияют хорошо на фитоиммунитет растений, на их сопротивляемость болезня, в том числе кладоспориозу, на полный контроль жирования, поскольку перекормы азота также вызывают вспышки кладоспориоза. То есть если вы перекормили, если у вас идёт жирование, то вы медью заливаете, заливаете, и ничего не выходит. Да, потому что перекормленные растения весьма-весьма чувствительны к различным заболеваниям. К началу обработок, после того, как вы высадили рассаду, через две недели начинайте делать первые обработки медь содержащими препаратами и продолжайте их до завязывания первых плодов периодически через 10-12 дней, то есть по мере нарастания новых побегов, новых листьев. Там должны на поверхности находиться эти медь содержащие тяжело смываемые препараты, ну, та же бордосская жидкость. Конечно, необходимо перед посадкой и рассадой в теплицу, теплицу протравить как следует. У нас есть разные рецепты и будут ещё. После того, как вы убрали растение, очень важно, не перекапывая землю, не загоняя эти споры внутрь, не давая им возможности там перезимовать, как следует сохраниться на растительных остатках и в почве. Обязательно надо протравить теплицу после того, как сезон уже закончился. То есть вот это всё в комплексе и будет способствовать борьбе с кладоспориозом. Надо сказать, что у нас на канале есть выпуски, посвящённые тому, как разные препараты на основе синой палочки взаимодействуют с этим возбудителем кладоспориоза и какие препараты являются наиболее эффективными. Вернитесь, пожалуйста, к этим роликам. Посмотрите, тот же бактоген, теперь Максимун препарат, который содержит компоненты бактогена, есть уже на рынке в Россию, Казахстан. Везде можно купить при желании. И, пожалуйста, обращайте внимание на эти препараты и каждую неделю обязательно методично обрабатывайте ваши растения. Только комплексный подход может помочь вам в том, чтобы избавиться от этого заболевания. Если вы и так применяете многие из этих мер и ничего не получается, выхода нет, вам придётся на один, а то и два года вашу теплицу освободить от чувствительных сортов томата. Ну, вообще устойчивых практически нет к кладоспориозу. В основном все сорта чувствительны. Поэтому просто сделайте севооборот. Высадите сюда огурец, потому что оливковую пятнистость вызывает тоже кладоспориум, но другой гриб не тот, который вызывает кладоспориоз у томата. Поэтому просто сделайте, примите соломоновое решение и один год хотя бы не высаживайте томат с тем, чтобы оздоровить вот этот микроклимат внутри вашей теплицы, привести фитосанитарное состояние в надлежащий вид. Что ж, пожалуйста, не упускайте ритм борьбы с кладоспориозом, и он поддастся вам и уйдёт из вашей теплицы. Я надеюсь, что вот эти, казалось бы, простые, очевидные, но всё-таки советы, которые не лишний напоминать, помогут вам держать в узде это заболевание и избавиться от него. А чтобы посмотреть прочие этапы борьбы, включая дезинфекцию, новые способы, современные способы дезинфекции теплиц, в том числе, которые применяются в современных тепличных хозяйствах, органических тепличных хозяйствах, безопасные для окружающей среды растений вашего здоровья, не пропускайте наши выпуски, подписывайтесь обязательно на наш канал и оставайтесь с нами. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok